Антон Павлович Чехов. Стена. Люди, кончившие курс в специальных заведениях, сидят без дела или же занимают должности, не имеющие ничего общего с их специальностью. И таким образом высшее техническое образование является у нас пока не производительным. Тут в ваше превосходительство по два раза в день ходит какой-то маслов. Вас спрашивает, говорил коммердинер Иван, брея своего барина Букина, и сегодня приходил, сказывал, что в управляющие хочет наниматься. Обещался сегодня в час прийти. Чудной человек. Что такое? Сидит в передней и все бормочет. Я, говорит, не лакей и не проситель, что в передней по два часа тереться. Я, говорит, человек образованный. Хоть, говорит, твой барин и генерал, а скажи ему, что это невежливо людей в передней морить. И он бесконечно прав, нахмурился Букин. Как ты, братец, иногда бываешь нетактичен. Видишь, что человек порядочный, из чистеньких, но и пригласил бы его куда-нибудь. К себе в комнату, что ли? Неважная птица. Не в генерала пришел наниматься, и в передней посидишь. Сидят люди и почище твоего носа, и то не обижаются. Коль ежели ты управляющий, слуга своему господину, то и будь управляющим, а нечего выдумки выдумывать. В образованные лезть. Тоже поди ты в гостиную захотел, харя немытая. Уж очень намного ноничен смешных людей развелось, ваше превосходительство. Если сегодня еще раз придет этот Маслов, то проси. Ровно в час явился Маслов. Иван повел его в кабинет. Вас граф ко мне прислал? Встретил его Букин. Очень приятно познакомиться. Садитесь. Вот сюда садитесь, молодой человек. Тут помягче будет. Вот уж тут были. Мне говорили об этом, но пардон. Я вечно или в отлучке, или занят. Курите, милейший. Да, действительно, мне нужен управляющий. С прежним мы немножко не поладили. Я ему не уважил. Он мне не подфартил. Пошли, знаете ли, контры. Вы ранее управляли где-нибудь имением? Да. Я служил год младшим управляющим имением. Но оно было продано с аукциона, и мне по неволе пришлось ретироваться. Опыта у меня, конечно, почти нет. Но я кончил в Петровской земледельческой академии, где изучал агрономию. Думаю, что мои науки хоть немного заменят мне практику. Какие же там, батенька, науки? Глядеть за рабочими, за лесниками, хлеб продавать, отчетность раз год предоставлять. Никаких тут наук не нужно. Тут нужны глаз острый, рот зубастый, голосина. Впрочем, знания не помешают, вздохнул Букин. Ну-с, имение мое находится в Орловской губернии. Как, что и почему, узнаете вы вот из этих планов и отчетов. Сам же я в имении никогда не бываю, и в дела не вмешиваюсь, и от меня ничего не добьетесь, кроме того, что земля черная, лес зеленый. Условия, я думаю, останутся прежними. То есть тысяча жалований, квартира, провизия, экипаж и полнейшая свобода действий. Да он душка, подумал Маслов. Только вот что, батенька, простите, но лучше заранее уговориться, чем потом ссориться. Делайте там, что хотите, но да хранит вас Бог от нововведений. Не сбивайте с толку мужиков. И что главное всего, хапайте не более тысячи в год. Простите, я не расслышал последней фразы. Хапайте не больше тысячи в год. Конечно, без хапания нельзя обойтись. Но, милый мой, мера, мера. Ваш предшественник увлекся и на одной шести. Стиснул пять тысяч. И... и мы разошлись. Конечно, по-своему он прав. Человек ищет, где лучше. И своя рубашка ближе к телу. Но согласитесь, для меня это тяжеленько. Так вот, помните же, тысячу можно. Но так убыть, и ж быть две, но не дольше. Вы говорите со мной словно с мошенником. Извините, я к таким беседам не привык. Да? Как угодно-с. Не смею удерживать. Маслов взял шапку и быстро вышел. Что, папа, нанял управляющего? Спросила Букина его дочь после ухода во Маслов. Нет, уж больно малый. Честен. Что ж, и отлично. Чего ж тебе еще нужно? Нет. Спаси Господи и помилуй от честных людей. Если честен, то, наверное, и дело своего не знают. Или же авантюрист. Дурак. Избави Бог. Честный не крадет, не крадет. Да уж зато как царапнет залпом за один раз. Так только рот разденешь. Нет, душенька. Спаси Бог от этих честных. Букин подумал и сказал. Пять человек являлось, и все такие, как этот. Черт знает счастье какое. Придется, вероятно, прежнего управляющего пригласить.